Я хочу пригласить на бесценную молодую семью, брата Анатолия, сестра Воли. Пожалуйста, пройдите сюда, и мы хотим услышать, на всеуслышание, от обращения к церкви. Пожалуйста, выходите сюда. Мы, конечно, рады за вас очень, я особенно рад. Мы сейчас посмотрим, как церковь рада, нет? Вот, с детками. Здравствуйте, конечно. Всегда рады. Всегда рады. Вот, вместе с детками, пожалуйста, выходите сюда, вот, чтобы вас повышали. Вот, и я знаю, Вася, дай микрофон, брата Анатолия, чтобы все слышали. Хотим услышать от вас обращение. 24. 24. 24. 38. Они все слышали. 24. Но вы скажите... なоколись в курсе, 25. Устануть в К intake, 2 Godespros, 25. Я не знаю, что, опустили, они не на замечание, почему они говорят, ну, я спрашивал у них, я спрашивал, как что, все в мире, все это все хорошо было, благополучие, они сказали, их с миром опустили, благословили, поэтому они сегодня находятся здесь, в городе, где они проживают, знаете, это очень здорово, когда, я им говорю, хорошо, когда люди живут в том городе, находятся членами подместной церкви, это очень хорошо, это очень здорово, поэтому, если у кого-то что-то есть сказать, но принятого, пожалуйста, вы спросите, или как, или я буду дальше продолжать говорить о них, есть у кого-то что-то сказать? Нет, у знак согласия, да? Да, знаете, желаю, я со своей стороны желаю, чтобы действительно благ и Бог его не совил, чтобы действительно послал им здоровьечко, знаете, друзья, в церкви работы много, вот, я им уже говорил до этого, чтобы не только быть членом и нехажаемой церкви, это очень легко, а вот чтобы найти себя в церкви и занять позицию, я им говорил, и играть можно, и с дитями заниматься, и петь можно, вот, у нас и авторов не хватает дежурных, и falsely или даже куча, и с дитями, как бы тоже моя, ты не видел, так и надо взять половину футболютиXi. и нести. Знаете, вот так мы часто напоминаем, что члены церкви имеют все полномочия церковной жизни. Это так называется. Принимать во всех служениях участвовать, быть ответственными. И теперь другой спрос будет, что они будут являться членами церкви, что они могут также подойти и с какими-то вопросами. Знаете, хочу сказать вам, что в нашей церкви есть братский совет. Есть братья, 7 человек, которые выбрали церковь, они решают вопросы. Так что со всеми вопросами, которые у вас возникнут, вы даже можете обратиться в братский совет. Братский совет будет решать вопросы, какие или иные, и потом доводить до сведения церкви. У нас как бы так работает. У нас даже есть братья, которые занимаются церковными деньгами, средствами, которые сдают, которые участвуют во всех этих служениях, мероприятиях, задействованные братьям. Значит, поэтому напоминается, что если вы имеете призвание служить Богу тем даром, то как напоминается, чтобы вы им служили. Как кто-то говорит, как живые и как. Устрояйте себя в доме духовной. Принимаю вас. Не я вас принимаю в себе. Вы не маишка. Это шлем церковной церкви, которая называется Хомолкад. Церковь Христовая церковь. Хомолкад – это дом Божий. Поэтому на всех условиях, на всех, как говорится, обязанностях, нести в церкви все то, что сегодня обязывает меня и как-то из нас. Мы друг другу помогаем. Мы друг другу помогаем. Чтобы, как написано, апостол Павел напоминает и говорит, всех почитайте. Дальше что, братья? Царя чтите. Братство любите. Бога бойтесь. Царя чтите. Вот это мое вам пожелание. Где апостол Павел напоминает. Я стараюсь все на сегодняшний день так и же и поступать. Любить церковь, любить братство, Бога любить. Царя почитать, церковь любить, приходить. Знаете, не то, что, как бы, халатокровно относится. Да, что там церковь, да, это. Нет, церковь – это строение Божьего, храма Божьего. И каждый из нас написано, как живые камушки. Вот ты камушек, я камушек, тот камушек. И мы в строении Господнем, мы созидаем церковь Господня. Созидается храм, созидается, значит, то жилище, куда мы приходим и просоверяем нашего Господа. Поэтому пусть вам Господь поможет. Я желаю вам действительно всех Божьих благословений, чтобы вы нашли свое признание для церкви, чтобы вы действительно рады, что вас церковь приняла, чтобы вы теперь становитесь полноценными членами, как в семье родной, чтобы о вас заботится кто-то будет, чтобы вы принимали участие, радовались. Все это заранее высказывается, чтобы вы были в курсе событий. У нас есть, скажем, церковный сайт от Братских Советов, у нас есть церковный сайт на Чеховном ГАД, где там все объявления, заявления, все там, предложения, то, что, например, как на празднике выставляли, я то готовлю, и то. У нас есть такой сайт. Поэтому можете и к брату Валеру подойти, он поможет внести, зарегистрировать этот сайт, для того, чтобы вы могли быть полноценными членами, чтобы вас никто ни в чем не может ущемлять, что вы этого не можете. Нет, вы полное право имеете на полную жизнь, на безотловную жизнь в церковной церкви Ховном ГАД, которая находится в городе Рендоне. Есть кому-то что добавить, сказать, прадисус? Что мы желаем? Только божьих благословений. Только божьих благословений, да. Пусть я сколько вам могу, знаете, радуемся, когда действительно приходят, а скопить, ну, когда люди переезжают, значит, меньше членов становится, то хочется иметь общение, что действительно это с твоим благословением. Если никому что добавить, сказать, давайте мы кратко молимся, богословим друзей. Пожелаем им божьих благословений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!